Исполняющая обязанности губернатор области Светлана Орлова начала свои ознакомительные поездки по региону. Тем временем разговоры о ее назначении и будущем не прекращаются. На этой неделе сразу два политика публично высказали свое мнение о первых распоряжениях главы региона. За год работы в Совете Федерации сенатор Александр Синягин не раз лицезрел будущую главу 33 региона в президиуме. Правда, пообщаться лично так и не довелось. А вот в то, что Светлана Орлова возглавит Владимирскую область, он не верил до последнего. Мне еще в субботу, решение было принято в воскресенье, мне еще в субботу звонили ребята из самого, мои знакомые, из самого ближайшего окружения нашего президента. И мы говорим, Михайлович, не волнуйся, виноградовые полномочия до сентября будут продлены. В субботу. Но президент решил иначе. Видимо, в столице не нашли достойного кандидата из местных политиков. Хотя, например, региональный лидер партии гражданской платформы Александр Филиппов считает, что у нас есть те, кто бы мог взять на себя решение проблем региона. С опытом и с пониманием проблем области, в отличие от ставленника Москвы. Мы посмотрели, я в первую очередь, на то прошлое, что есть у человека. Она никогда не занималась нехозяйственной деятельностью, никогда ничем не управляла. Она в основном занималась законотворчеством. И сегодня те, как говорится, новости, о которых она говорит, которые она видит, ее это удивляет. Это может быть, с одной стороны, и хорошо, чтобы люди, которые занимаются законами и по которым нам приходится жить, это как раз то отражение того, что мы сегодня с вами имеем. По факту. И Синягин и Филиппов критикуют то, как Светлана Орлова отправила в отставку Владимира Безрукова. Политики считают, что руководитель департамента здравоохранения был уволен некорректно. Оно меня даже обескуражило. Если в первый свой день она сказала, что область замечательная, область выглядит очень достойно на фоне всей России, матушки, и команда у Николая Владимировича такая, что я готова с ней работать и будем работать дружно, а на утро начинаются то одного уволим, то другого уволим, меня это обескураживает. Если мы говорим, что мы во всем разбираемся и все знаем, ну сначала, наверное, надо разобраться, понять, на самом деле, если это причина именно в этом руководителе, что до такой степени что-то происходит не так. Да, это право этого руководителя принять такое решение. Но когда это делается так скоростечно, я не думаю, что так было достаточно времени разобраться во всех проблемах. Молодой политик Александр Филиппов, уже заявивший о своих намерениях идти бороться за губернаторское кресло, говорит, что ему будет интересно дебатировать со Светланой Орловой на предстоящих выборах. Да, это такой интересный, сильный соперник, с которым будет, наверное, интересно, как говорится, и обсудить, как говорится, как мне было озвучено, и попытать, да, то есть мы друг друга попытаем, да, я думаю, еще всем будет это очень интересно. А вот у сенатора Синягина губернаторских амбиций нет. На коммунисты, в рядах которых он состоит, выставит достойного кандидата в губернаторе, говорит он. Но с поправкой, если прямые выборы все же состоятся. У меня четкое подозрение, что в апреле закон будет внесен об порядке избрания губернатора через представление президента и голосование в представительном органе. И в мае месяце приставка в Рио будет убрана. А вот как сложится дальнейшая работа самого Александра Синягина неизвестна. Его полномочия истекают в сентябре. Но если назначение губернатора позайдет раньше, Синягину придется покинуть Совет Федерации. Он уверяет, что сделает это с удовольствием. А пока он хочет пробить финансирование строительства онкодиспансера, на что нужно около полумиллиарда рублей.